Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувашской республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с обеспечением прав граждан на оплату труда. Как показывает практика, к сожалению, не всегда для работодателей платить вовремя и в полном объеме заработную плату работникам является делом сытым. Нередки случаи неоплата заработной платы ввиду откровенного обмана, различного рода злоупотреблений и безответственности со стороны работодателей и других причин. Как защитить свои права на оплату труда? Как заранее себя обезопасить от возможных сложностей, которые могут возникнуть при доказании наличия задолженности по оплате труда? В каких случаях может помочь прокурор? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня на студии прокурор отдела по надзору за соблюдением закона в социальной сфере прокуратуры Чувашской республики Александр Евгеньевич Данилов. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Здравствуйте. Александр Евгеньевич, мы уже не первые встречаемся в рамках данной передачи. У нас уже была тема, посвященная вопросам защиты трудовых прав граждан. Сегодня мы взяли более узкую тему, именно связанную с выплатой заработной платы. Поскольку, согласитесь, в непростых условиях экономики и политики, которые происходят сейчас у нас в нашей стране, вопрос все-таки выплаты заработной платы остается острым. Какая сегодня ситуация в нашей республике по оплате труда? По состоянию на 1 апреля 2015 года органами статистики отмечена задолженность в размере 29,3 миллиона рублей в республике, что на 7 миллионов рублей больше, чем по состоянию на 1 марта 2015 года. Рост задолженности произошел из-за образования, из-за невыплаты заработной платы в ООО Чувашев Тодор. Кроме того, задолженность имеется в таких предприятиях, как ЗАО «Электросила», ООО «Инстел», «ВГУП», «Ударник» и ряд других. То есть, сколько все-таки предприятий у нас охвачено на невыплаты заработной платы? На данный момент 18. Согласитесь, задолженность по заработной плате почти около 30 миллионов рублей по республике. Сумма для нашей республики немаленькая. Это только данные Федеральной службы по статистике. Все ли организации представляют информацию о заработной плате в данную службу? В настоящее время действует приказ Росстата от 24 сентября 2014 года, номер 580, который обязывает предприятия в случае возникновения задолженности по заработной плате представлять такую информацию в орган статистики. К таким предприятиям относятся, которые обязаны представлять задолженность, это предприятия сельского хозяйства, транспорта, машиностроения и многие другие, кроме предприятий и малого предпринимательства. Прокуратура Чувасской республики налажена ли какое-либо взаимодействие со Федеральной службой по статистике и по данному вопросу? Представляется ли информация о задолженности по заработной плате данной службы? Да, конечно. Постоянно, ежемесячно поступают в прокуратуру Чувашской республики сведения из Чувашстата. В соответствии с этими сведениями мы организовываем проверки и принимаем меры к защите права граждан. Но согласитесь, что найдутся такие организации, которые просто-напросто будут скрывать задолженность по заработной плате, представлять Федеральной службой по статистике недостоверное сведение, либо вообще их не представлять, его задолженность по заработной плате. Вот такие факты выявляются органами прокуратуры? Такие факты выявляются нами периодически. И могу сказать, что скрываться от органов статистики дело бесполезное абсолютно, потому что прокуратурой республики налажен оперативный обмен всей информации и поступают постоянно сведения из налоговых органов, из органов пенсионного фонда, фонда социального страхования. Если мы видим, что на предприятии есть задолженность по налогам или по страховым износам, значит, практически всегда это значит, что и есть задолженность по заработной плате. Обязательно в порядке проводим проверки. И в случае, если выявляем факт того, что задолженность по заработной плате переработниками была, но предприятие не проинформировало органы статистики, мы возбуждаем дело об административном правонарушении по статье 13.19 КУАП РФ. Ну и кроме того, кроме этой статьи, предприятие еще и поднесет ответственность за само нарушение трудового законодательства. То есть фактически двойная ответственность наступает? Да, совершенно верно. Выявлялись ли органы прокуратуры такие организации, которые действительно не представляли информацию службы по статистике о задолженности по заработной плате, но однако такая задолженность имела место? Да, конечно. Например, совсем недавно в прокуратуре Калининского района города Чебоксары выявлено предприятие о НПП Инженерный центр, имеющее задолженность, но не представившее сведения о задолженности в Чувашстат. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Это предприятие переехало на улицу Гайдара в Калининском районе столицы Чувашии совсем недавно. Ранее оно было прописано в Ленинском районе. Практически сразу после смены юридического адреса в прокуратуру стали поступать сигналы, что работники не получают зарплату. Но все попытки лично у руководства предприятия выяснить причины невыплаты не увенчались успехом. Двери закрыты, на звонки никто не реагирует. Поступила информация о последующем обращении граждан от организации ООО Инженерный центр о том, что в данной организации задерживалась зарплата. Была проведена проверка и доводы обращений и информации нашло свое подтверждение. Прокуратура возбудила административное производство. Наложили штраф на организацию, внесли представление об устранении нарушений. Неоднократно указывали о том, что вся задолженность связана с тяжелым финансовым положением. У них имеются проблемы с услугами, которые они предоставляют. Однако это не является основанием для того, чтобы задерживать зарплату работникам. Работодатель должен сам решать данную проблему. Будем надеяться, что она решит в скором времени. Сейчас в прокуратуре дают оценку действиям руководства предприятия. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по факту образования задержки заработной платы более двух месяцев. Вот вы подошли к самому главному вопросу. Все-таки, какова задолженность, какова ответственность за нарушение законодательства о труде, предусмотрена настоящим законодательством? И куда обращаться, если гражданин не уплачет заработную плату? — Закон предусматривает несколько видов ответственности. Первое, наверное, о которой следует сказать, это ответственность дисциплинарная. Это ответственность должен нести то должностное лицо, которое виновно в невыплате или несвоевременной выплате заработной платы. Может быть, это будет главный бухгалтер, а может быть и руководитель филиала, подразделения. Кроме того, законом предусмотрено и привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, например, по заявлению профсоюза. — И такое возможно. — И такое возможно. Следующий вид ответственности — это ответственность материальная работодателя. Так как законом предусматривается необходимость произведения компенсации работникам за задержку им выплаты заработной платы. То есть, в каждом случае, по каждому работнику, если работодатель просрочил выплату заработной платы, он должен каждому работнику еще и произвести выплату денежной компенсации, которая рассчитывается по правилам статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации. Предусматривается также законом административная ответственность работодателя. Это статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Разделяется эта статья в нескольких частей. Каждая часть предусматривает тот или иной вид наказания. Кроме того, в соответствии... А какое наказание предусмотрено? Статья 5.27 КАПРФ, о которой вы сейчас сказали. Прежде всего, это штраф. Например, 5.27 часть 1 — это нарушение трудового законодательства, предусматривает наказание в виде штрафа. Как для юридических лиц, так и для должностных лиц. Но этой же статьей предусматривается возможность в случае совершения работодателем повторных нарушений в течение года нарушения трудовых прав работников привлечь такого работодателя к дисквалификации. То есть дисквалифицировать должностное лицо, виновное в периодическом нарушении трудовых прав рабочих или работников предприятия. Что значит дисквалифицировать? Что такое дисквалификация? Дисквалификация заключается в том, что лицо, привлеченное к этому виду ответственности, не имеет права занимать управленческие должности, заниматься какой-либо оперативно-хозяйственной деятельностью на предприятии. То есть руководить им. То есть получается, если работодатель уже привлекался к административной ответственности и имеется вступившее в отношение него соответствующее решение органа, который привлек его к ответственности, то есть он повторно в течение года после привлечения к ответственности совершает аналогичное правонарушение, то его можно привлечь уже к ответственности, но уже в виде дисквалификации. Дисквалификация, совершенно верно. — Существует ли более жесткая ответственность за неуплату заработной платы, чем административно? — Ну, такая ответственность предусматривается Уголовным кодексом Российской Федерации. Например, статья 145, прям один Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривает ответственность за частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев в виде наказания там составляет самое максимальное — это лишение свободы сроком на один год. Кроме того, этой же статьей предусмотрена ответственность за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, либо выплату заработной платы ниже минимального размера оплаты труда тоже в течение свыше двух месяцев. Здесь ответственность уже серьезнее — лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, если эти деяния повлекли тяжкие последствия для работников или вообще в целом для общественных отношений, то наказание будет составлять от двух до пяти лет лишения свободы. — Что понимается под частичную невыплату заработной платы? Сказали вы, что частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев влечет уголовную ответственность. — Это имеется в виду в тех случаях, когда не менее половины заработной платы не выплачивается в течение двух месяцев. — Ну и еще, наверное, стоит отметить ответственность гражданско-правовая, предусмотрена трудовым кодексом права работника обратиться за разрешением индивидуального трудового спора в суд. В суде работник вправе предъявить свои требования к работодателю, в том числе о выплате морального вреда за, например, просрочку заработной платы, если действительно наступили какие-либо последствия для здоровья, например, ухудшилось самочувствие. — Понятно. А прокуратура сама может обратиться в суд в интересах граждан? — Да, непременно. Такое право нам предоставлено статьей 45 Гражданского процессуального кодекса России. Если гражданин обращается в органы прокуратуры с заявлением именно о том, чтобы мы обратились в защиту его интересов в суд, то при наличии оснований мы готовим исковые заявления и наряду с гражданином, чьи права нарушены, мы участвуем в суде. — Имеется в виду именно по вопросам оплаты труда? — По вопросам оплаты труда. — Насколько все-таки гражданину важно вовремя обратиться в контролирующие органы и в суд за защиту нарушенных прав по оплате труда? — Чем скорее, тем лучше. — Почему? — Потому что, например, Трудовым кодексом России предусмотрены следующие сроки для обращения в суд для защиты своих прав. Например, уволенный работник должен обратиться в течение месяца в суд, а если работник просто узнал о нарушении своего права, допустим, неверный расчет отпускных, он вправе обратиться в суд в течение трех месяцев. — Ну и кроме того, для различных видов ответственности законодатель тоже определяет разные сроки. Например, для привлечения работодателя виновного на нарушении трудовых прав работников к административной ответственности, как я уже говорил, по статье 5.27 КУАПРФ, срок давности составляет 6 месяцев с момента совершения правонарушения. — А по уголовной статье, предусмотренной статьей 145 Прим. 1 УКРФ, это два года с момента совершения преступления. — Понятно. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору с соблюдением законов в социальной сфере прокуратуры Чувашской республики Александр Евгеньевич Данилов. Как видим, вопросы, связанные с соблюдением прав граждан на оплату труда, по-прежнему являются актуальными. Порой возникающие проблемы приходится решать силовыми методами путем привлечения правоохранительных и контролирующих органов. В таких условиях важно самим держать руку на пульсе и вовремя обращаться в соответствующие инстанции защиты нарушенных прав. Порой затягивание и беспринципность в данном вопросе может привести к невозможности решения проблем на деле, а не на бумаге. До новых встреч в эфире.